Всех приветствую, это Wall Street Online. Каждую пятницу в 20.00 собираемся по этой ссылке, проходим в комнату и рассмотрим основные фьючерсные рынки. Как обычно у нас в начале новости, затем рейтинг публичных трейдеров и затем уже обзор. Те, кто первый раз используется в основном объемный анализ, маркет профайл и в принципе все. Так, на следующей неделе у нас лето, 1 июня, так что прощаемся с весной и это означает, что на носу уже экспирация июньского контракта. Многие, большинство фьючерсов, которые торгуются по три месяца, в июне будет примерно там 18-го и 19-го переходить уже на сентябрьский контракт. Бонд по штатам уже перешел на сентябрьский контракт 10-летний. Некоторые фьючерсы на золото и нефтянка перешли на новые контракты. В общем, сейчас такая переменная обстановка и новостной фонд тоже такой, в общем, опять Грецию вспомнили. Значит, понедельник у нас в основном деловые индексы и индекс деловой активности. В принципе, он не особо котируется среди аналитиков и вторник будет интересно количество безработных в Германии. Затем в среду, не пропустите, 3 июня, процентная ставка по евросектору. Сейчас 0,05, фактически бесплатные деньги. Вряд ли повысят, потому что Драга там рвал на себе рубашку, что пока все не стабилизируется, он не остановит печатный станок. И, если не ошибаюсь, в среду еще раз GDP по штатам, причем на русскоязычных экономических календарях этого что-то нет. Вот. А в Канаде и есть. Ну, в общем, смотрите, потому что 8.30 на открытие Америки... О, сори, сори. Так, сейчас... Одну секундочку. О, перепутал. Да. Как раз International Trade. Ну, Jobless Claims в четверг и Employment в пятницу. В принципе, вся неделя, кроме вторника, будет на открытии немножко волатильной, поэтому аккуратненько, особенно, когда открывается американская биржа. Так, и четверг, процентная ставка по Британии. Сейчас у них полпроцента, и аналитики, думаю, что так и оставят. Вот насчет Британии у аналитиков есть как бы предположения, а в отчете за евросектор там аналитики... Ну, нет данных о мнениях аналитиков, поэтому может быть какой-то сюрприз. Так что четверг, пятница, на следующей неделе по штатам волатильность. Никаких сверхважных компаний отчеты мы не увидим на следующей неделе. Ну, вот, в принципе, все, то есть первая половина будет соу-соу, а вот четверг, пятница начнут раскачивать маркет. Так, теперь о... Да, еще приглашаю всех 1 июня в 19.00 будет открытый вебинар. Мы там рассмотрим очень детально такой мини-доклад будет о ситуации 25-го числа. Я очень детально изучил вот этот маневр на бирже, который произошел очень... на вечерней сессии. То есть, ну, и есть интересные находки, так что приходите на сайте, можете зарегистрироваться, там... Есть анкета для регистрации на открытые вебинары, либо напишите просто в скайп или имейл, у вас добавят список. Вот. В общем, кому интересно, что там произошло на самом деле и как этот процесс структурно выглядит, это вот в понедельник мы будем разбираться. Так, теперь публичные трейдеры. Две недели осталось, но мы пока не будем уже подводить итоги за весь контракт, хотя там есть уже лидеры. На этой неделе были хорошие сделки у ребят и по СНП, и по РТС, и... В общем, есть что посмотреть. Где там? Значит, первое место это BMW 063. Студент. Ну, вся заслуга, конечно, продажи, которую я сегодня взял. В принципе, это хороший стиль, то есть, две-три сделки в неделю, аккуратно зашли-вышли. В принципе, отлично. Так, тут... Сомнительно. В общем, вроде как заработал, но вот эта продажа с большими просадками под вопросом. Так, схема 4, зафиксировал шортец. Многие вот стоят в шортах, особенно вот неплохо зашел в 5D Trade и упорно смотрят на снижение СНП. Разберемся там сейчас. Видите, тоже... Ну, такие позиции могут очень быстро уничтожить депозит, потому что не факт, что здесь развернется маркет. Если он туда пойдет, то будет очень-очень печально. Так, вода тоже встает в продажах, и видно, уже выставил без убытки на пробитие 21-22. У него 50 контрактов в рынке, и вот два уровня по 25. Ну, и вот маленькая покупочка у Ника. Вот такие вот были сделки по СНП. В принципе, полезен рейтинг тем, кто только начинает, те, кто тренируется, те, кто отрабатывает какие-то новые тактики. И вот это все можно произвести здесь. Флора держит уже с той недели еще продажу. И вот начал фиксировать постепенно. Лариса молодец, не пропустила вот этот маневр. Сразу его взяла на продажу и постепенно выводит, ну, фиксирует, дозагружает там по одному контракту. Ну, уже коридор стоит, видите. На пробитии минимума она выходит, и получается на пробитии 101-220. Андрей тоже не пропустил маневр. Единственное, что лишним было, это покупка. Причем там сложные были модели насчет входа. И еще и перед выходными это было немножко уже лишним. Так, Маркуш тоже что-то там напутал. В общем, пытался покупать и тем самым спустился на четвертое место. Так, ну, это сделка с этого аккаунта. Трейдеры, которые торгуют, подписывайте, пожалуйста, себя. Просто заполните анкету в поле сверху. И будет отображаться ваше имя. Так просто номер называть некрасиво. Так, еще один счет Флоры, тоже в плюсе. С МАК сражается. Вот появился новый трейдер. Гуров удивил. Наконец-то здесь все так, в принципе, чисто вышел. Ну и ВЛАРГО. Вот новенький фаворит. Аккуратненько поработал, вышел без каких-либо рисков. Видите, здесь сразу же фиксируют без убыток, либо выходит. То есть нет никакой пирамиды. Это, в принципе, приветствуется. Ну и ФИН тоже студент. Продажу все-таки выставил. И хорошо, что не искал покупок. В принципе, не должен был. Так, всем интересно еще на рубли ситуация. Больше 120 трейдеров участвуют и по РТС, и по валютным фьючерсам. То есть практически каждый контракт участников прибавляется. На рубле у нас чемпион Кадавр. Абсолютно хладнокровие взял покупку и ни разу даже не зафиксировал даже часть позиции. И вышел, в принципе, на максимуме фактически. Гуров тут же отличился. Нет лимитов. Это плохо. Маркуша. Вот такой вот активный трейдинг. И что это такое? Непонятно. Ну и все. Остальные либо реальные счета, либо не смогли вытащить на этой неделе. По рублику. Так, на еврике, видите, все вышли. Самое интересное. И мы рассмотрим сегодня евро. Там на многих рынках интересные такие движения произошли. Значит, дизель первое место 100 тиков на вот этом еврике, который был на этой неделе. Это, в принципе, выжил фактически. Life is short. Тоже там две были хорошие покупки. Ну, либо оставляет позицию без присмотра, потому что просадки идут такие. Ну, вроде их не должно быть. Оставляет, видно, без стопов. Мишка мед. Вообще без слов. Тут без комментариев, как говорится. Аккуратно вышел. Прям. Там же зашел. Зафиксировал покупку, но не закрыл два лимита. Вот такие. Ну, правда, я не знаю, возможно, это лимиты на вход. Ну, вот очень распространенные сюрпризы в понедельник. Это оставленные в пятницу какие-то лимитки. И в понедельник они могут очень удивить. Так, Астрал тоже вышел. Поздновато, правда. Тим, пилот. Ну, там все по чуть-чуть. Так, сейчас еще нефть захватим и начнем смотреть СНП. Так. Смотрите, там попросили... Те, кто не успели, либо не полностью были на Wall Street Online, либо не смогли попасть на канале YouTube, выкладываются все-все выпуски. Там есть плейлист, так и называется Wall Street Online. Либо в закладки добавьте, либо подпишитесь и не пропустите ни одного выпуска, даже если вас не было. Так что, американец. Вот у нас странно, никто покупку не брал ни вчера, ни сегодня по нефтянке. По нефтянке новый контракт открылся и это, скорее всего, уже будем смотреть на следующей неделе активность трейдеров. Ну, в принципе, открылся позитивно. Это неплохо для РТС, для фондового рынка. Те, кто там вверх торгует, Газпром по большей части. То есть, при переносе объема на новый контракт спрос пошел такой существенный. Буквально на понедельник, вторник, там задача убедиться, что это не снятие стопов перед шортами. Если нет, то, в принципе, есть шансы еще на рост. Так, на золоте пропали мастодонты. Видно уже все. Скорее всего, на новом контракте их нет. Да, вот они остались еще на старом контракте позиции. Еще не все перешли. Так, ну, пират 98, тут уже успел урвать кусочек. Ну, в общем, вот так вот. Soul, soul, неделя. Никаких особо супер сделок не было. Были хорошие сопровождения позиций. Вот, мешкомет отличился. Так, ну что, приступим к S&P. Значит, не могут никак попрощаться с 21.20. Уже всю неделю тестируют этот уровень. Четыре раза ходили. Возвращались. Вроде как намекают, сейчас пойдем шортиться и возвращаются. То есть, ликвидность, в принципе, первые, особенно первые три сессии была неплохая. То есть, более-менее так стабильно держится. Если не будет супер атаки, там, в понедельник, вторник, вот ядро. И, возможно, мы еще не знаем, но пятницу, если закроют, сейчас они вот как раз на middle болтаются. Вот, если закроют ближе к четвергу, вот как раз вот 21.19, 21.18, то может в понедельник пойти еще и удивить на 21.28. Поэтому осторожны. Тут под экспирацию начинается такая необъяснимая торговля на многих рынках. Поэтому последние две недели советую брать паузу и лучше отдохнуть и готовиться к новому контракту. Там системность хромает, те, кто торгует тактически, то есть, по определенным правилам, схемам, рынок менее системный. Выходят позиционные участники рынка меньше, менее активны, потому что тут осталось буквально неделька-две, и им не выгодно размещать крупные объемы. Так, давайте еще возьмем массив на 21.30, 21.23. Это тактический уровень сопротивления. Тут пять сессий. Такую локацию сформировали. Более плотное ядро 21.28. То есть, как видите, четыре сессии пытаются пробить. Ну, по опыту, чем чаще стараются, тем больше шансов, что они пойдут как раз в том направлении. Это, в принципе, в ихнем стиле. Еще протащить за 21.30 и потом оттуда за три дня упасть чуть ли не на 20.80-20.85. Это вот вполне реальная схема. Если посмотрите на истории, последние 2-3 контракта они именно так и делали. Ядро 20.93 и 21.03. Вот эти вот 10 баксов. Пока как поддержка можно учитывать. Но уже после 20.93, скорее всего, с покупками будут проблемы. И, в принципе, нет смысла перед экспирацией на покупку вообще заходить среднесрочно или позиционно. Ну, и на тот контракт сентябрьский уже вот этот диапазон будем мониторить. Так как здесь активность была неоднократно зафиксирована. 3, ну, и возьмем 4. И еще 5-е тестирование. То есть, это очень похоже, что важный уровень. 20.73, 20.84. Тоже 10 баксов вот этих надо взять на вооружение. Раскачивают волатильность. Как видите, туда-обратно собирают стопы. И сейчас посмотрим, что там у нас на дельте. Вот, в принципе, такие намеки. Основную часть на этой неделе был контроль за байерами. Как видите, буквально вот в четверг у нас 6 тонн. Но это немного для S&P. 27 и 26 за байерами. И вот даже сегодня, с учетом такой волатильности, уже 9 тысяч на стороне покупателей. Ликвидность, ну, вот четверг-пятница чуть подупала. Вот неплохая была активность как раз вот 26-го и 27-го. Чуть больше 2 миллиона 200. Так, поэтому аккуратненько с продажами. Сейчас очень такой коварный момент. И можно очень сильно удивиться, если пойдут на рост. Ну, я как бы даже не удивлюсь, потому что уже, в принципе, они не особо и стараются разнообразие сценариев создавать. Так, открытый интерес нам показывает рост открытия позиций. 29-го пик. Вот 2 миллиона 740. И чуть больше была сессия вот 1-го 05-го. Коридор которой не осмелились пробить с того же дня. Поэтому расширение диапазона за вот эту локацию этой недели, мы сейчас ее более детально на 15-м интервале возьмем, как раз будет подсказывать нам, кто же контролирует сейчас маркет на S&P. Ну, это просто так не сдадут, поэтому со стопами будут разборы полетов. Значит, вот такой массив интересный. 21-20,5-21-23. на макушке 27-го числа. Прям так в открытую сдерживали. И четверг там не осилил уровень, в принципе, и пятница. Пятница более реверсивная, как видите. То есть, так лихо развернули. Ну, сейчас сколько, 10 баксов вниз и 10 баксов обратно. То есть, это может именно крупный игрок. Поэтому уровни поддержки мы выделим сейчас. Тут, получается, мы объединили загрузку 26-го числа, объем и плюс еще текущей пятницы. То есть, чтобы не оставить много линий. Еще на всякий случай для спекуляции присматривайтесь вот к этому уровню. 21-10,5 и 28,5. Может подсказать о активности байеров, если этот уровень не пробьют, потому что здесь они на возврате загрузили так точно. Мы под открытым интересом видели, что там фактически вторая по рейтингу активности в этом контракте. То есть, поддержка на этих уровнях в принципе подскажет многое. Эти разными цветами выделю. Ну и 21,01 по 21,05 поддержка. Здесь у нас 26-е плюс текущая пятница. Сопротивление 21,25. 21,23,5. И такая промежуточная поддержка. Наша загрузка. 21,08,5 и 21,10,5. Ну, еще бы рекомендовал к этому массивочку присмотреться 21,18. Здесь открылась Америка. Нагрузили объемов. И там же и закрылась. На всякий случай пускай будет в принципе его подметить необходимо. Так, на других индексах, на DAXE ситуация вот такая. протестировали поддержку. Прямо вот в касании. Но массивы вот плотненько мы обращали внимание на этот диапазон. по часу выделим вот в аккурат 11,800 и в 880. Ну, вообще не получается попасть. Прямо так точно. Посмотрим, как будет в понедельник и вторник уходить. Либо же пробьют в уровень 11,300. Округлим. 11,450. То есть, может быть и такое. Развернулся так, как S&P в пятницу. И ликвидность в принципе для этого неплохая. Но советую, если вы торгуете DAXE вот это ядро этой сессии взять на вооружение. То есть, это может быть хорошим сопротивлением. То есть, если не дадут даже этот уровень пробить, то, скорее всего, южнее смотрит DAXE. Тем более, они сейчас там нагоняют джути с Грецией. Я уже столько раз про эту Грецию слышу, что и часто в те периоды, когда нет никаких новостных источников создать какой-то негатив. Они опять вспоминают прогреться. Сколько раз ее уже на уходила из еврозоны, сколько раз банкротилась. Снова ту же песню включили. Вот. Ну, неделька идет такая активная. Единственное, что вчера сессия была чуть меньше. Ну, в рамках нормы. Так. EFSX. Так, уберу линию, потому что тут ядро 3600. 3670. Такое широкое ядро. Ну, в принципе, под конец контрактов оно обычно расширяется. То есть, вначале достаточно узкий диапазон, а чем шире, тем надежнее. Так, возьмем такие более вероятные уровни. здесь две с половиной сессии массив плюс вот этот. То есть, их, в принципе, нужно отдельно выделять, но чтобы не было каши из кучу линий, я их объединяю, поэтому 3506 3548. Тоже обратите внимание, миллион 200 в пятницу и 26 и 27 тоже была неплохая ликвидность. на этом участке стабильно. Такое ощущение, что вмешался Центробанк ровно каждая сессия. Поэтому массив вот этих пяти сессий стоит присмотреться на предмет поддержки. Пробьют вы, если этот уровень, то покупать я бы вам не советовал, если пройдут 35-35-35-35-70. Потому что здесь стабильно, во-первых, ликвидность была хорошая. Создали покупки этот массив тоже на хорошей ликвидности, стабильно, неплохо шли и могут очень активно загружать закупки. Так, и переходим к РТС. Более детально рассмотрим российский индекс, барометр фондового рынка. Это лимиты. Так, как видите, немножко, немножко совсем активность объемная начала проявляться. там два дня в принципе такая была неплохая ликвидность и не создали вообще коррекцию, сразу ушли на север, поэтому как поддержка этот уровень мы уже неоднократно выделяли. к сожалению, вот этот массив практически пробили, но спасибо. Вот так вот работают алерты. То есть алерт на объем сработал и показал. Видите, атакуют открытие Америки, это значит реверсивность уже практически завершилась. То есть разворачивают сессию. Прокалывают уровень поддержки, мы его неоднократно выделяли, это как раз ядро контракта, но могут очень легко вернуться в понедельник, вторник, там, среду. Да, гаденыш, гаденыш еще тот. Сколько у нас получается раз, два, три, четыре, пятая сессия на продаже. Но ликвидность вот тоже видите, в пятницу подросла. Так что перед выходными кто-то слил либо информацию, либо скоро будет какая-то новость, которую мы еще не знаем. Так, возьмем этот уровень в качестве сопротивления и вот этот массив 102,5. На всякий случай, если там будет атака со стороны селлеров, можно будет зафиксировать. селлеров, так, ну, в общем, из вот этого массива по большей части следите за ядром вот этой сессии. Тут очень плотно саккумулировали ликвидность, 96,800, 97 крайний такой уровень уже поддержки. Могут с него как минимум там скидывать продажи за 5 сессий снижения и на этом фоне еще покупатели как раз помогут немножко скорректировать. Поэтому если коррекция и будет, желательно, чтобы вот эти массивы на сотке были пробиты. Для восходящей динамики это крайне важно. Вот. Но посмотрим сейчас на ри на дельте. 40 тонн, 22, здесь мы выделим активный диапазон селлеров. Здесь очень сжата ценовая шкала, чтобы вам было видно каждую сессию. мы тестировали звук был хороший. Поэтому человек с ником 4s2 попробуйте как-то может колонки настроить. В общем, на этой неделе видите, тут дельта была за селлерами. вчера что-то пытались сделать байеры. Плюс я думаю, что скидывали продажи на всякий случай. И дельта там нулевая. В пятницу снова на продажах. но ликвидность набирает обороты. если сильно резко поменяется ликвидность на следующей неделе в первую сессию, например, сразу на покупке, то может быть такой реверсивный маневр. Давайте посмотрим активность какая-то по открытым интересам. как видите мало кто пока верит в восходящую динамику. не прибавилось народу. Даже за последние две сессии убавилось с учетом дельты выносят по-страшному. Поэтому вполне может быть сегодня уже такой финишный день выброса стопов и там с понедельника вторника начнется адекватный тренд. так ядро недели сто шестьсот пятьдесят девяносто девять шестьсот пятьдесят тут же такая дополнительная массивность сформированная четверг плюс пятница вот здесь пробовали 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 но вынесли видите скинули этих ребят поэтому на всякий случай возьмите если будут очень активно идти на сотку то там можно будет заметить еще третью дозагрузку то есть ну получится модель голова и плеч фактически с технического анализа как раз там они будут загружать в районе сотки девяносто девять то есть там ликвидность в принципе желательно чтобы была уже там сто шестьсот пятьдесят три раза атаковали здесь объемчик бросили еще двадцать седьмого числа те кто применяет вот уровни объемного анализа в принципе это использовали тут обязательно этот уровень взять на заметочку сто семьсот пятьдесят сто один сто пятьдесят как только пробьет вот этот блокпост в принципе очень большая вероятность на рост и плюс у нас там нефть вроде как пошла на север это хороший позитивчик понедельник очень коварно я там смотрел очень открыто ну по крайней мере хорошо что не днем это сделали потому что днем было бы наверно больше потерь хотя там оборот вот этот маневр четыре минуты длился или пять пять то есть скачок и там столько контрактов проходило ну в одно одним трейдом триста контрактов проходило где-то ближе к десяти часов вечера в одном трейде было девятьсот если не ошибаюсь тридцать восемь контрактов одним трейдом то есть это не в одном тике а именно трейд один либо слили какой-то крупный брокер слил инсайд какой-то где стоит много стопорей так на всякий случай выделим еще вот этот вот ужас который на девяносто семь шестьсот девяносто восемь сто пятьдесят с него все может и начаться рубль естественно ну если надеюсь что такие маневры как был маневр двадцать пятого числа то есть за пять минут даже за четыре минуты рынок с 104 ушел на 107 это ну куда смотрит биржа что происходит какой-то ну 104 тут уже 107 буквально за 4 минуты и обратно вернулись как ничего не бывало я правда не искал что как объясняет это биржа но да не без этого там нормально на роботах себе под зарабатывают просто ну это это хамство это слишком открыто там понятно дело тихонько по несколько тиков в течение сессии набирается хорошая сумма но это 104 до 107 просто причем причем там сильные объемы проходили там порядка тысячи контрактов дельты за минуту создали перед вот этим импульсом на покупку и это мог позволить себе достаточно крупный игрок либо крупный брокер играл против своих клиентов с топорей скорее всего вот такие у меня мысли причем там использовался достаточно сложный робот то есть там технически очень оснащен преступник потому что по другому это нельзя назвать очень то есть это не простой человек это не парочку трейдеров частных у них не было столько ликвидности отлично 107 610 ну вот ну туда не достали там где вы зашли 107 610 было чуть дальше ну в принципе поздно было может быть приснилось ладно идем дальше у нас рубль тут еще на повестке на рубли активировались 3 миллиона 300 сегодня только и ну приостановили вот этот рост возможно как раз вытряхивают вот этих ребят поэтому если на следующей неделе стремительно будем идти на 5150 скорее всего так оно и есть с учетом что дорожает черное золото нефть в принципе вполне хороший сценарий получится локации не пробили но в принципе здесь больше веса 5252 5252 52600 вот этой локации массивность огромная вроса мы выделим выделим вот и все 3252 дополнительный такой же уровень то есть с этого массива тут вырывали стопы у селлеров теперь у нас есть объем максимально на 5700 ядро контракта чуть-чуть перенесли на минимум и здесь 50 по 5800 да я бы даже чуть плотнее взял котировочку вот так вот 5700 52 недельки хорошенько так поработали крайний блокпост это вот 49 700 вот эта сессия 49 650 давайте посмотрим что там на споте было в это чудное время на споте идентична ликвидность фактически топовая 7 миллионов было 10 четвертого ну чуть-чуть не не превысили но факт того что практически все сессии шли немножко на повышенных оборотах по ликвидности это тоже немаловажно дельта конечно вот такого формата четверг пятницу начала снизилась активность байеров на споте дельта в режиме тегдир определяется поэтому немножко может быть погрешность но в принципе этого и этого хватает так где у нас там day класса профайл вот у нас спот на дневном интервале на классе профайл сейчас мы новые уровни ну здесь по ликвидности очевидно вот берем 5045 и до крайняя цена 4960 можно даже 4950 взять вот у нас левел поддержки самая плотная конечно часть это вот эти вот массивы 4050 половина 5015 плотно все сессии идут на одной и той же ликвидности возможно cb вмешался что в принципе не удивительно 54 53 с половиной сопротивления еще есть и тут мы ориентируемся относительно вот этой массивности 52 51 то есть они якобы пробили этот уровень но если они возвращаются в массив либо же даже ниже массива то вполне шансы на снижение поэтому аккуратнее также присмотритесь на тот случай если вот этот объем который здесь хитрым способом на максимуме дня загрузили на покупку будут очень активно поддерживать байер так как они здесь собрали селлеров могут спокойненько там заново подгружать объем и не пускать котировку ниже а вот так вот давайте посмотрим что же там было у нас дельте по рублю класерпфайл классерчарт вот раз два три набирали набирали покупочки и сброс скидывали вполне могут скидывать покупатели сделки все 4100 все 4600 массивность и те кто рубль торгует вот ликвидность ну здесь про скейл 100 вы конечно не удивляйтесь это сжатая цена сейчас мы к открытому интересу еще доберемся посмотрим подтверждает ли он сброс позиций 52900 тут очень плотненько проработали селлеры ну резкий перепад скорее всего так и есть сейчас мы посмотрим так у нас был пик оказывается открытого интереса вот коридор мой лерт сейчас выставится в общем сбрасывают порядка 2 миллиона 380 и 2 миллиона 690 ну в общем активность максимально прошла вот в этом движении на всякий случай коридор выделить и присмотритесь ну в общем действительно сбрасывают потому что с две сессии закрытие сделок и посмотрим сейчас еще на детально на 15 минутном утрамале беспощадные без каких-либо коррекций массив рост массив рост и тут просто это уже у СНП научились растут практически без коррекций висе самый коварный сценарий на рост это самое такое ждешь постоянно какие-то коррекционные моменты чтобы зайти более вкусно и до конца сессии остаешься либо ни с чем если пробовал шортить против этого всего дела тоже получаешь по стопам ну в общем по типу как медленная мучительная смерть расскажите про конкурс публичных трейдеров ну вот на следующей неделе скорее всего Wall Street Online начнем подводить итоги по золоту можно будет уже по нефтянке посмотреть кто у нас там чемпион ближе к экспирации будет уже фиксация лидеров и как обещали первым трем местам по форт и по семье в подарок дополнительный доступ я уже не помню как там три месяца на первое место второе место два месяца и третье место один месяц и так фактически все эти загрузки могут проявить себя как поддержка поэтому я пока выделю таким образом вы мониторьте уже непосредственно в режиме реал-тайм как с этими уровнями считаются если пролетают даже не замечают то их потом можете вычеркивать то есть они временно временно создали импульс и свое дело выполнили но вторник здесь просто вторник следа вот такие модели не самое приятное приятный сценарий так и ориентир на сопротивление тут конечно совсем совсем не незаметно разместили массив на 53 080 53 240 и на следующий день на открытии наделали горе вот поэтому никто даже не заметил просто совсем не в открытую аккуратненько так чтобы никто не понял как-то уж слишком либо не контролирует это все биржа либо сама принимает участие потому что это так ну в общем основная массивность у нас четверг плюс пятница тут сопротивление которое потом еще и себя подтвердило ближайший может быть уровень поддержки все 252 350 тут еще утренняя загрузка 51 500 51 720 и вторник там просто жутко как хотел идти на рост 5650 и 51 300 вот ну на самом деле на ком рынке работать вариантов масса работать на CME ну на других площадках вполне реально и брокеры создали практически все условия для того чтобы частные трейдеры могли работать на S&P на американском рынке на европейском сейчас уже не в новинку доступ ко всем биржам раньше 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 вот только как раз ну зарождалось это вот на CME то есть это уже было интересно и хорошо приходилось через всякие открывать счета то есть находясь далеко-далеко от самого брокера ну я на RTS уже давно был когда торговал уже то есть ну очень часто вырывают стопы то есть в течение сессии могут там 2-3 раза делать причем ну очень откровенно вот это уже все рамки особенно 25 числа я прям весь вечер потратил изучал смотрел что же там и как они это делают так евро в общем те кто на ночь не оставляют позиции им очень хорошо и повезло так кто-нибудь знает как сбербанка считался что за эту неделю я не увидел ни одного отчета ни одной российской компании то есть вроде должны идти отчеты но их нет кто-нибудь знает информацию так возьмем по еврику массивы ключевые 10.95 11.60 тут в открытую 3 сессии грузили продавцы ядро контракта уже в районе 1.08 и 1.09 тут в принципе поддержка это остается поддержкой как раз не дошли до нее чуть-чуть присмотритесь к 11.105 коридорчик может быть очень проблемный там могут селеры еще под надавить ну если будут защищаться продавцы тут в принципе будет неплохой подарок вот еврика для это вообще найс там нет контрактов ТВЦ золотая же си ну смотрите у золота свои даты экспирации это во-первых во-вторых выставляется контракт активным тот который более ликвиден это в принципе логически правильно если июньский и сентябрьский взвесить на каком больше ликвидность то включается тот который более ликвидный так здесь какой-то какая-то ошибка с фунтом поэтому фунта сегодня не будет так индекс доллара посмотрим франк иену значит по индексу бакса тут 9 3 семерки прям вот сразу вас вспомнил 96 96 это специально полстрит подгоняет цены чтобы ну хорошо запоминались уровни 9 3 семерки 96 96 так значит поддержка 3 сессии тут тарились и в принципе там даже до 94 8 можно захватить просто такой массивный уровень 4 7 так уровень сопротивления индекс понимаете индекс это составляющая каких-то нескольких инструментов то есть это уже не первоисточник то есть индекс снах и это ну фактически там средне взвешенная фондового рынка то есть это не стартовая плюс индекс доллара менее ликвиднее чем евро анализировать конечно надо в принципе для адекватной торговли на валютах нужно анализировать валютные фьючерсы практически все у которых есть неплохая ликвидность фунт канадский вот вот был уровень сопротивления его как раз вот протестили 98 25 97 70 и вот 3 сессии стоят ну не факт что прям начнется снижение могут откорректироваться но здесь очень коварный уровень то есть тут могут еще продолжить движение так как 3 сессии стоит после двух недель роста на максимуме то есть там в любом случае какие-то байеры есть и коварности индекса доллара нет предела есть там так тактические действия с индексом доллара для того чтобы на евро работать но не сегодня так кому интересно давайте тогда еще и захватим франк и так как фунт не получилось подгрузить вы иену торгуете и как технично просто не всегда почему-то там евро фунт но не еду почему-то потому что не не до конца понятно политика японцев и их не экономика достаточно такая удаленная удаленная так франкиус ликвидность стандартная чуть-чуть такая можно было бы и побольше вот у них сейчас такой проверочный диапазончик 067 076 тут очевидно 4 сессии грузили ну очень популярный диапазон три раза активность проявляли крупные участники особенно обратите внимание на вот этот участок на макушке тоже уровень сопротивления для франка тут скорее всего работали банки так ну вот этот блокпост это этот уровень можете выделить выделить и еще и на следующий контракт он будет нам важен по крайней мере в первый месяц сентябрьского контракта весь июнь в качестве пока поддержки и такая уже последний блокпост поддержки это вот этот реверсивный уки век вик 020 03 темным цветом выделю 2 грузили покупки поддержали еще и создали реверс и протестировали ну в общем уровень они не забыли этот и не забуду и буквы м так и и и сильно хотели но рухнули вниз падают уже с 14 05 в летнее время с ликвидностью ну сезона она снизится то есть все на планете люди отдыхают летом особенно те кто хорошенько манипулировали котировкой выбрасывали стопы торгующим вот то есть крупные игроки это люди они тоже хотят летом позагорать покупаться в океане поэтому ликвидность будет ниже чем осенью например либо весной и может упасть волатильность то есть более плотнее будет торговая сессия а к осени восстановится и ликвидность и может даже усилить волатильность чем ближе к поднятию процентных ставок в этих штатах ну скорее всего это будет осенью а если до осени не подымут то как раз осенью можно будет хорошенько прокатиться на нисходящей тенденции так что вам сказать по иене ну не помню уже когда ее смотрел но судя по активности на этой неделе она тут топовая каждая сессия ну пик да то есть три сессии особенно четверг среда и вторник четверг вот у нас творничек и три сессии вот как ориентир ну пробовать покупать с минимума это коваренько опасно можно получить по стопам поэтому если вы среднесрочно работаете дождитесь пока вот этот уровень сопротивление пробьют тогда уже принимайте решение работать вам на иене или не работать все валюты валютные фьючерсы не сильно так и так так где у нас там булочка лайтсвит мы сейчас еще бренд посмотрим значит отключаем склейку контрактов и июльский контракт вот вторую недельку пока с восемнадцатого числа активный ровненько ровненько по ликвидности ровненько по ликвидности работали на этой неделе сегодня топовая видите байера себя проявили что вчера вот есть 57,2 57,8 в качестве поддержки еще вот 58,5 заквозите если прямо вот будут поддерживать и не пускать ниже 58 ну есть шансы что будем идти на 62 63 ну модель в принципе неплохая на покупку но опять же нужно 61 пробить здесь уже такой контрольный уровень дельта особенно последние две сессии за байером потом 2905 8400 ну в общем со вчерашнего дня вот активность за байерами вот тоже было две сессии на байерах поэтому если уже начнут пробивать 61 то есть фактически вытащили уровень за первое размещение они в принципе могли размещаться и на прошлой неделе держать эту позицию там смотря у кого какие деньги так и бренд тоже видите ровно идет ликвидность как и график в принципе тоже новый контракт и тут я бы вам рекомендовал уровень 63 2 но если спрос реально большой то они наверно уже даже не будет тестировать сопротивление сопротивление на новом контракте уже есть и она находится у нас на диапазоне 66 20 67 30 вот это нужно пробить в принципе если пробьют на ртс это точно так отобразится и на акции газпром смотрите как линию поддержки на вроде прочертил вот здесь вынесли тут уже создавали поддержку в прошлом контракте в принципе давайте я склейку включу там это будет хорошо видно так вот раз и здесь же опять начинается поддержка и прошлый раз тоже на хорошей ликвидности поэтому 62 63 с копейками это вот какой-то пока заколдованный диапазон не пускают ниже него может быть временно то есть если вот это движение на 65 66 прощальное тестирование и потом поход на юг то пробитие этого диапазона сразу об этом нам сообщит ну дальше что делать вы уже знаете так ну и вечно золотой вечно дорогой так как видите сори надо склейку отключить вот новый контракт только переходит со старого размещение идет поэтому аккуратнее сейчас вот открывать какие-то долгосрочные сделки и вот как нефть себя проявит сейчас до конца следующей недели я думаю что как раз золото и подождет этого момента плотно стоит три сессии и выносить будут скорее всего тех и других поэтому оказаться в числе тех кого выносили по стопам не советую даже пробовать рисковать в общем только-только начался новый контракт я думаю в четверо-пятницу начнется уже как раз основная импульсивность первый импульс в новом контракте в понедельник там торинг среда подпакуют еще как раз где-то в среду повыносят стопики и в четверг под всякую там jobless claims employment рванут ну в принципе если нефть дороже значит по логике должна и котировочка золота расти но так как и этот рынок под контрольные поэтому ждать можно чего угодно посмотрим что там поддается у нас на золотишки так новый контракт как видите то те то другие но если взять они они не отображают такие длинные диапазоны жаль ну здесь получается две тонны ну во-первых ликвидность вы видели маленькая а рынок не верит в повышение ставки ну ну им надо что-то предложить другое либо перейти на биткоин например там либо вообще отказаться от денег вот ну что если они включат выключат станок либо же просто его немножко перестановят то не знаю что будет с америка на самом деле шортить надо будет когда будет уходить барак обама вернее даже не задолго до его смены скорее всего где-то за полгодика весь аппарат начнет скидывать позиции потому что непонятно кто будет президентом и все втихую начнут скидывать стаки а потом ждать кого выберут сумасшедшего или не сумасшедшего ну в общем дружит он с федеральной жизненной системой или нет если да то значит опять включается станок и все дружника опять закидывают в этот мыльный пузырь вклады ммм если тот который не поддерживает федрезерв то скорее всего будут валиться так что мы должны на этом заработать так ну в общем то такая вот у нас ситуация в принципе впереди лето это и встретимся в следующую пятницу попутного тренда ждем всех 20 00 в следующую пятницу и в понедельник на 19 00 если не ошибаюсь кому интересно что же там произошло 25 числа всем спасибо что пришли до свидания пока на 20 до 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 Продолжение следует...